всем здорово продолжим форда с утра я на кал упал краску ну как на то упал тут код что мне скинули л.е. код все ford юсей бьется тут можно даже не это не делать выкраску да видно что чуть 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 не этот не там цвет короче поедет она на подбор пацанам буча потому что я тупо даже нету формулы с чего мне плясать не пойму как так получается что что не получается ну то такое я сильно не рассчитывал на краску что я ее сделаю мы смотреть что нам отдадут ребят чем они сегодня занялся чем по проему высох грунт ну и смотрится реально не айс а тут тут в этих канавках то что тут где-то порки подсели эта фигня как бы это мелочи а вот то что вот так когда смотришь некрасивый кант тут некрасивый изгиб вот тут тут как бы неплохо вот именно в этой части на такое себе что надо сделать принципе это надо было сделать вчера но я что-то оставил думаю ладно попробуем авось не прокатило крыло нормально то есть по крылу все good нужно заклеиться в эту зону перемотала час все 180 тут именно в зоне где было шпатлевание тут и вот в этой зоне и я кину чутка житкаря и пока буду заниматься мне внутрянка колеса внутрянка по салону это все нужно подготовить под нанесение грунта под нанесение герметика как раз тут житкарь подсохнет я перетру время есть время терпит грунта ну и пусть на себе стоит да чуть-чуть нелогично неправильно ну как есть поэтому сейчас пока не расклеиваю мотаем 180 вручную можно можно в принципе даже 240 взять то есть 180 там где прям точно будет 240 там где будет переходить шпакло распыл промотовываем вручную разводим жидкарь наносим жидкарь так берем жидкарик там у меня все готово жидкарь саня по моему позавчера что-то грунта жидкого вам перемешана так вообще жидкарь это шпатлевка она имеет свойство осаживаться причем так плотно осаживаться когда долго стоит там хотя бы пару недель до уже постояла надо тщательно вымешивать и отвердос чистый чистый грязно идем на весы эти вещи лучше колду басит на весах сколько в граммах вешать грамм наверное 200 сделай себе есть 200 грамм полтора процента это три грамма есть и разбавитель так скажем по по нужде сейчас перемешаю сначала посмотрю что у нас получается по вязкости сильно туда густой я не хочу не актуально скажем честно для жидкарей свой разбавитель это очень важная памятка что многие спрашивают что за херня типа я добавил акрилового у меня все посворачивалось неудивительно с 10 процентов и все еще момент кожи корю для тех кто никогда не работал не разводите сразу много лучше разведите на один проход сначала потом она подсохнет еще на один отдельно разведете потому что жидкарь имеет такое противное свойство он на поверхности еще липкий а в стакане где налит объем в пистолете он уже сухой потому что это полиэфиры они сохнут в объеме чем больше объем тем быстрее он сохнет там происходит экзотермическая реакция вспоминал правильность то есть это когда тепло вырабатывается и в объеме она прям сильно быстро начинает нагреваться и от этого начинает сохнуть поэтому на поверхности еще слой будет липкий как бы наносить еще нельзя следующий а в стакане он уже высох это минус жидкарей поэтому разводим по чуть-чуть лучше я вот на слой развел слой полтора тут у меня как бы и отдельно если мне надо будет потом до разведу для нанесения что будем использовать это у нас а гола 3300 с дизой 2 2 2 и 2 миллиметра идеальный ствол для этих вещей кто-то брал не помыл ценят это отличная проблема он вроде чистый но грязный шпакло тоже фильтруется цедится процеживается дабы не было никаких комков потому что комок на жидкой шпатлевке он такой противно явно видный она чуть дольше стекает чем грунт воронка 190 микрон по моему 190 125 микрон воронка в принципе у меня просто других нет в принципе можно взять 190 микрон на чуть покрупнее для грунтов для жидкарей пойдет я просто из использую лак в основном но она прижилась и на грунте дельный кусочек бумажки отклеимся лишку лишачок чтобы мне не нагадить на на то где я уже загрунтовался и там где больше не буду грунтоваться есть и приступим валит хорошо аж потекло сильно жирная во льну не надо но так так будет лучше 5-7 минут посмотрим что у нас тут произойдет может подсохнуть но друг на друга надо наваливать с промежутком было хотя бы некоторого мотовения хоть она и сохнет в объеме но осторожно надо ну почти замотвело понятно что в кантиках для сильно первый проход был еще можно еще можно мне хотя бы два слоя сделать чтобы было на чем подровнять давляк 0,4 валят если не умрет еще и третий накида у нас еще покло живое наверное ножи вое лишь потому что разбавлено и потому Потому что в жидком, в густом состоянии, когда просто без разбавителя, мгновенно сохнет. Вот она нанесем еще один. Вот она нанесена. Часа два пройдет. Я поставлю лампу по 15 минут на каждую из сторон. Подсохнет. Можно будет сегодня на вечер загрунтовать. Краска поехала на подбор уже. Посмотрим, какой нам вердикт скажут после выходных. Так что, дверь можно разобрать. Либо позаниматься зазорами. Надо, чтобы не зря по времени был простой. У меня по внутреннему много работы. Снять сейчас колесо. Залезть туда, вовнутрь. Гермитос и положить грунты. Есть чем заняться. Ладно. Прошло два часа. Подсохло. Я ставлю лампу. Пусть высыхает. Теперь сняли колесо. Посмотрим, что у нас происходит внутри. Внутри у нас происходит следующее. Тут он прихватывал целое. А дальше он тоже прихватил. Значит, мне надо это только закидать герметиком. Чтобы там было уплотнение, не было щели. Вот тут надо, смотрю, закидать герметиком. Затыкать хотя бы его туда. Потому что расслоеный металл и он движется. Так же. Вот тут порвался герметоз. Ну и тут просто идет сварочный шов. А, это так вкатывали кусок. Ну сам сварочный шов. Как бы вышпатлевывать я тут ясенькой не буду. Но внутри как шпатлевать, сидеть. Вот эти штыри еще торчат, мешают машинкой, не подлезешь. То есть я это все дело, скорее всего, кистевым герметиком заложу. Потому что тоже распыляемый накладывать. Чтобы вот это закрыть, это нужно толстый слой. Толстый слой распыляемого герметика. Это сюда туба только на вот этот кусок ляжет, чтобы это закрыть. Поэтому кистевым гораздо проще. Сюда положу герметик именно, который зайдет вовнутрь. Затолкаю его распыляемый. А здесь уже все доложу кистевым доделать. Потому что много сварочных всяких точек, заусенцев, уголков. Все это надо предварительно, конечно, сейчас хорошо вычистить. И положить сюда антикоррозионный грунт. Так, ну почистил я все щеткой. Хорошо скотч брайт там прошел. Отмыл все растворителем. Потому что чистота, как говорится, залог успеха. Заодно я обезжирил. То есть отмыл все. У меня готово к грунтованию. Надо только прикрыть проводку. Бак грунтуемся эпоксидом. Эпоксид подсыхает. И потом уже раскладываем швы. Так, сейчас положим сначала шов сюда вовнутрь. Потому что там неудобно будет напихивать кистью. Поэтому засунем туда распыляемый. Блин, пистолет не помещается. Отлично. Четко. Четко в ту дырку, которая получается разорванной. Металл от металла. Вообще хорошо. Продолжаем. Теперь надо сменить распыляемый носик на распыляемую головку. Голова для распыления. Сейчас мы сделаем вот этот шов. По крайней мере попробуем его сделать. Открываю чуть-чуть подачу. На распыление мало. Во. Плюс-минус. И поехали. Даже и неплохо. Теперь надо подумать, стоит ли тут делать этот шов. Делаем переход на старое. Весь в говнище. Это хорошо, значит, процесс рабочий идет. Сейчас чуть больше распыления включу. И сюда накидаем. Оп. Это сильно. Я понял, этот пистолет не подходит. Панское. Пbuень для скупения. Оп. Палка. а Продолжение следует... 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 Теперь вообще ни черта не видно... Оставляем сохнуть... Сейчас уже ничего не делаем с этим... Теперь... Это остается, по сути, вот так, как есть, аж до покраски. Оно высохнет хорошо. Я сейчас поставлю колесо на место. Займемся внутряком. Тут больше не трогаем. Вроде закидано все. Завершаем процесс сушки. Низ уже высох. Я взял и пока кинул внутряк гермитос. Примерно гляну, как с той стороны оно там кистью размазано. Замазано. Тут положил широкий. Все-таки, ну, не так тонко. Распыление есть распыление, нежели нанесение. Шов закрытый. Тут тоже размазано кистью. Этот кусочек заводской остался. Оно все высохнет. А потом перед покраской, наверное, еще сейчас лампу включил, вот тут вот дамажу. Потому что что-то она некрасиво смотрится, чтобы уже покрасить и было все ровно. Так, пока там все по кругу делал, лампа высешила жидкарь. Жидкарь 120-кой трется изумительно. В общей сложности прошло часа четыре с момента начала нанесения. Теперь ровняем так, чтобы это было гладкое по форме. Складываю вдвойне. Такой, получается, уверенно плотный коржик, которым можно делать гладкие формы круглые. Сделать здесь что-то рубанком бесполезно. То есть вот такая форма, что не получится. Получается, почему мне не нравится, что получилось. Я тер фактически все электромашинкой и потом чуть-чуть довел только рукой. Так вот, электромашинка как раз таки и не дала той гладкости, которую хочется. Может быть, я бы с первого раза вытер все, если бы тер только руками. Мне нравится этот жидкарь, у меня ушагрени в принципе нет. Ты трешь сразу плоскость. Все, тут все готово. Снизу закидал еще гермитосом порог, чтобы не было видно тех косяков, которые там после сварки остались. Ну что, грунтуем опять. Грунтовать буду целиком, чтобы тут не делать два перехода. Ну там наверху, разве что, сюда дойду. Ну вот, я не знаю, что это. Два слоя надо по-любому положить. Ну, пока тут закончили, сохнет, займусь еще мелкой какой-какой работкой, чтобы время зря не терять. Разобрал я дверь. Вроде везде по чуть-чуть, а уже и день проходит. И надо хоть что-нибудь полезное сделать задним. Это сейчас подготовим под окраску сразу внутря. Так, почему показываю? Хочу ответить на один постоянный блуждающий такой вопрос. Почему на внутряках много кратеров? Прямо на него ответить, когда спрашивают сложно, начинаешь выяснять. И получается, что люди внутри взяли растворитель, скотч брайт, сразу помыли и замотовали. Тем самым в риск уже несли всю вот эту грязь. Порядок действий прост. Сначала отмываете обезжиркой, растворителем, просто салфетками это все смываете. Еще раз на чистую промываете обезжиркой, вытираете, сушите и потом мотуете. А в процессе замотовывания, если сейчас взять, мотовать с обезжиркой или с растиком, неважно, в риску занесется вот эта вся грязь. И она оттуда уже потом очень сложно вымыться. Оттуда и кратера. Все очень просто. Все, просохло уже. Теперь у него два дня простоя будет. На сегодня уже заканчиваем. Хорош. Из таких еще что по порядку. Дверь снять до металла, краску дождаться выкраску сделать. Не знаю, в каком порядке. Сначала внутряк открашу или наружку. Но все равно тут два откраса будет. Отдельно внутряк, отдельно наружка. В какой последовательности, как бы, глобальное значение не имеет. Посмотрим просто, насколько быстро будет готова краска. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok